Всем привет! Привет! Сегодня мы находимся на берегу Невы. Можете посмотреть сзади. Нева уже сковалась льдами. Сегодня 1 декабря, первый день зимы, и мы её ощущаем. Да, в Питере сейчас пока холодно, и мы сегодня отправляемся в первый раз в музей, который находится непосредственно в самом городе. На Васильевском острове, и это музей... Кунцкамера. Там должно быть интересно. Надеюсь, нас это немножко удивит, и я надеюсь, что немножко шокирует. Посмотрим и вам покажем. Оставайтесь с нами. Кунцкамера в Санкт-Петербурге открыта в 1714 году по указу Петра I. Это первый общедоступный музей России и один из старейших этнографических музеев мира. Современное здание Петербургской академии наук на стрелке Васильевского острова было построено в начале XVIII века. Спасибо. Ну что, мы купили билеты. Стоимость билета составляет 300 рублей. Плюс мы ещё взяли экскурсию. Два отдельных билета. Билет 200 рублей стоит. На экскурсии нам покажут верхние этажи. Третий, четвёртый и пятый, где находится как раз самое интересное. Ладно, мы пока походим, посмотрим. Первый и второй этажи здания музея повествуют о происхождении человека и человеческих рас, об основных этапах развития первобытного общества и культурных традициях народов мира. В залах представлены произведения декоративно-прикладного искусства Японии, Китая, Монголии, Кореи и других стран. Макет традиционных жилищ, предметы домашнего и хозяйственного уклада, ремёсленные изделия, материалы, рассказывающие об обычаях и верованиях народов. Сейчас побывали на Кабинете редкостей, где собраны различные коллекции животных, людей с различными отклонениями. И слабонервным лучше сейчас не смотреть. Да. Основу собрания кунсткамеры в Кабинете редкостей составила личная коллекция Петра I, часть которой была приобретена у голландского анатома Фредерика Рюши, а остальные экспонаты Петр собирал сам, издав указ, согласно которому мёртвые младенцы и детёныши животных с различными аномалиями в развитии поступали в кунсткамеру. Сейчас в коллекции кунсткамеры насчитывается около 170 препаратов. Такие коллекции собирались не ради устрашения посетителей, а для популяризации медицины. Кроме представленных пробирок, на выставке имеется скелет великана из тела Ча Николя Буржуа. Ростом француз был 2 метра 27 сантиметров, он был у императора на службе, а перед смертью завещал своё тело науки. Так и оказался он в выставочном зале. Ещё на выставке представлена посмертная маска Петра Первого и оттиск его руки. Субтитры сделал DimaTorzok Перемещаемся от одного выставочного зала к другому, большая площадь и немножко устали. Сколько мы здесь во времени? Уже около трёх часов. Обсерватория размещалась на четвёртом этаже башни. Именно по ней проходил первый меридиан Петербурга, взятый за основу при планировке города, да и картографии всей страны. Любопытно взглянуть на рабочее место астронома XVIII века и раздвижную подзорную трубу Ломоносова, при помощи которой в далёком 1763 году великий учёный наблюдал Венеру на фоне солнечного диска. Гаторбский глобус – это первый в мире глобус планетарий. В него можно залезть через специальную дверцу и изнутри смотреть на карту звёздного неба, размещенную на внутренней поверхности. Диаметр гигантского глобуса – 3 метра, так что сидеть в нём удобно. Он был создан по заказу гаторбского герцога Фридриха III, отсюда и название. В 1713 году очередной правитель герцогства подарил эту игрушку весом в 3,5 тонны известному любителю редкостей – Петру Великому, который пришёл в восторг от такого подарка и установил его в здании Кунсткамеры. Ну вот мы сегодня и посетили музей Кунсткамера, и у нас изменилось впечатление о ней. Мы раньше ошибочно, наверное, как и многие, думали, что Кунсткамера – музей, где представлены всякие различные человеческие отклонения. Да, на самом деле это большой музей пятиэтажный. По основному билету можно посетить два первых этажа, где представлены этнографические особенности разных стран и народов. Достаточно интересно посмотреть, очень большая экспозиция. На втором этаже есть отдельное крыло, где отдельное помещение, и там уже находятся всякие различные человеческие и животные отклонения, особенности. Советуем взять вам экскурсию. Экскурсия стоит всего лишь 200 рублей с человека. Она открывает для вас три верхних этажа. Это Академия наук Ломоносова, астрономический кабинет, и вы сможете увидеть на пятом этаже Гатарбский глобус. Вы видели всё в нашем видео. Так что оставайтесь с нами, ходите в интересные места и подписывайтесь на нас. С вас лайки, комментарии, понравилось вам или нет, ну и оставайтесь с нами. Всё, всем пока, с вами были Тесамы из Брянска. Пока! Пока!